Всем привет! Сегодня подборка полезных советов на все случаи жизни. Для первой идеи мне понадобится кусочек фанеры. Размер можно подобрать любой, который подходит именно вам. У меня примерно 25 на 40 сантиметров. Также нужен небольшой кусок веревочной ленты. Длина ленты зависит от вашей ширины фанеры, умноженной на 2 с небольшим запасом. Отмеряем нужное расстояние, складываем вдвое, так как надо две ленты, и отрезаем канцелярским ножом. Края лучше заплавить, чтобы не распускались. Готовим шуруповерт и пару саморезов и отправляемся на запланированное место. Крепим две петли на одном уровне с помощью саморезов. А теперь вставляем кусок фанерки. Таким образом у нас получилась удобная и мобильная складная полка. При необходимости ее можно откинуть и использовать в разных целях. А когда не нужна, просто прижать к стене. Полку можно сделать и больше размером. Тут зависит от ваших задач. В моем случае это поставить корм и покормить хозяйство. Или просто собрать домашних яичек. Удобно, просто и гениально. Так что запоминайте. Я часто работаю в одну каску. И чтобы упростить работу, придумываю разные хитрости и приспособы для выполнения поставленных задач. Вот например, когда я собирал верстак, была задача выставить и закрутить перекладины внутри стола. Но в одного удержать метровую доску невозможно. В этой ситуации использовал обрезки доски и струбцины. Прижимал снизу и получалась готовая площадка, на которую можно спокойно опирать доску. Таким способом я выполнял поставленную задачу, не спеша и не боясь, что доска свалится. Перекладины можно спокойно выставить по разметке и при необходимости подкорректировать. А затем в легкую закрутить. Берите на заметку, друзья. В жизни может все пригодиться. Работая в мастерской и делая самоделки своими руками, часто приходится много сверлить отверстий, особенно в металле. И если при сверлении сверла не смазывать и не охлаждать, то сверло можно перегреть и оно быстро приходит негодность. Ладно, если сверло стоит 50-100 рублей, сильно не расстроишься. Но есть сверла, которые стоят и больше тысячи. Поэтому надо при сверлении добавлять смазку. И вот вам хитрость, как быстро и просто сделать своими руками СОЖ. Смазочно-охлаждающую жидкость. Сейчас будем варить зелье. Для этого нужна пустая пластиковая бутылка. У меня на 2 литра. Далее я использую машинное масло. В данном случае это трансмиссионное, которое заливаю к себе в раздатку. И любое моющее средство, будь это для посуды или просто жидкое мыло. И также дистиллированная вода, которую можно купить за копейки в магазине автозапчастей. Берем мерный стаканчик и наливаем на глаз грамм 50-100 жидкого мыла. А затем переливаем в наш общий сосуд. Такую же порцию подготавливаем машинного масла. И переливаем также в нашу 2-литровую бутылку. Затем перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Когда все перемешалось, стало похоже на клубничный коктейль. В общем, далее заливаем 1,5 литра дистиллированной воды. У нас бутылка на 2 литра. И как раз останется место для удобного перемешивания всех жидкостей. Теперь осталось подождать немножко времени, чтобы осела пена. А потом берем бутыль и переливаем в маленькие бутылки, с которыми удобнее работать. Чтобы смазывающую жидкость подавать с бутылки, возьмем пробку. Зажмем в пассатижах и немножко нагреем. И саморезом аккуратно вытягиваем пластик, чтобы получился у нас небольшой тонкий носик. Такую процедуру я сделал сразу на несколько пробок. Затем остается взять канцелярский нож и срезать край. И вот готовая самоделка из обычной бутылки. Такие бутылочки удобно расставить сразу по всем станкам, где необходима смазка. В данном случае у меня это сверлильный станок, ленточный станок и рядом с фрезером. Чтобы не бегать с одной лейкой по всей мастерской. И теперь при сверлении спокойно добавляем пару капель и налегке сверлим отверстия. Таким образом мы увеличиваем срок службы сверла. И если у вас, кстати, получается при сверлении вот такие спиральки, значит со сверлом все отлично. Из бутылок можно сделать массу полезных вещей. Например, простой и быстрый органайзер. Рисуем примерную разметку и отрезаем канцелярским ножом. Теперь осталось взять саморез и прикрутить к стенке. Таким образом храните карандаши под рукой, канцелярские ножи, да что угодно, друзья, что необходимо держать на весу и помещается в бутылку. Например, у нас даже телефон, который выполняет роль вайфая, ну в нашем доме, уже не первый год живет в такой бутылке. И мне, кстати, кажется, даже лучше выдает сигнал охвата, чем просто будет лежать на полке. Но это легенда. Я, конечно, не уверен, но я так думаю. Ну и напоследок, немножко необычного. Я тут как-то верстак красил. Было 2 часа ночи и уже сил не было, но нужно было трясти тройку баллонов с краской. Ну, перед использованием. Как требует этого инструкция. В течение минуты встряхивайте баллон. Но я так устал и сил особо не было. И баллоны с краской зажал в патрон токарного станка. И тщательно перемешал краску. Может, это безумие, но мне помогло. Обязательно спишите свои мысли, друзья, в комментах. Какой вы применяете СОЖ и почему, и какой у вас рецепт. Какими сверлами вы пользуетесь и можете смело рекомендовать. Я думаю, всем домашним мастерам эта инфа будет полезна. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые, свежие, полезные ролики. Ну и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Всем желаю хорошего настроения. Всем добра. Пока-пока.